Итак, свершилось. Некоторое время назад короткометражный фильм от неофициальных киноделов-любителей по мотивам мира Роулинг под названием «Магия превыше всего» был официально выложен в открытый доступ. И разумеется, я, как фанат вселенной, ныне присыпанной кучей навоза, не мог пропустить подобное. Для удобства я разделю ролик условно на две части. Первая без спойлеров с общими моментами и вторая со спойлерами. Поехали. Магия превыше всего по факту экранизированный фанфик. Не первого надо сказать, но тем не менее эта лента задрала для себя планку гораздо выше всех иных пародий, что лично для меня всегда было поводом обратить на подобное внимание. Теперь уже после просмотра я с уверенностью могу сказать, что высокая планка была практически взята авторами. Практически, за исключением некоторых моментов. Однако планка моих субъективных суждений в этот раз будет еще выше, чем обычно. Почему? Это я объясню позже. Ну и теперь более конкретно о самом фильме. Если кто-то не в курсе, действия происходят в мире Роулинг, в российском волшебном обществе. Там полным ходом зряют беспорядки. Члены нашего аналога Министерства магии, то бишь Ведомства магии, вовсю начинают склоняться к тем самым мыслям, что продвигала в свое время такая замечательная личность, как Грин де Вальд. Что маги превыше маглов, что волшебникам пора бы уже раскрыться и показать немагам, где их место. Ну что тут сказать? Ничего нового. Увы, эта идея неистребима, как и многие другие пагубные идеи. Однако в этот раз за разу засело практически в сердце Ведомства, а само сердце Ведомства, Верховный Чародей, оказался довольно ведомой личностью, какой и был некогда фадж для Дамблдора. По этой причине все клонится туда, куда клониться не должно. И мнения разделились, ведь у некоторых ведомств работают родственники маглы, как например у одного из центральных персонажей. В общем, конфликт интересов налицо. К слову о фаджах и Дамблдорах. На вскидку трудно определить точное время действия сюжета, но видимо это уже совсем близкая к нам современность, то бишь где-то в районе 2010-2015 годов. То есть со смерти Валдеморта прошло не менее 12 лет. Однако это было давно и далеко, и вот опять идеи близких к темному лорду снова захватывают умы людей. Такая вот расстановка фигур. Итак, начну с того, что мне не понравилось в фильме. Во-первых, это музыка. Я понимаю, композиторы этой ленты не Джон Уильямс и не Николас Хупер, однако дело не в насыщенности мелодии, а в её непопадании под атмосферу, на мой взгляд. Разумеется, очень похвально, что всё, включая саундтрек, было сделано с нуля, однако для гнетущей атмосферы, которая местами присутствует в фильме, мелодия слишком уж задурной, что ли. Этой ленте больше бы подошла стилистика последних двух фильмов о Гарри Поттере. Однако иногда она всё же попадает в настроение. Но мрачноватости, как по мне, остро не хватает. Далее, опять же, звук. Мне неизвестно, какой аппаратурой пользовались при записи голосов, однако часто слышны шумы окружения во время разговора персонажей. Вообще, это свойственная российской, даже профессиональной киноиндустрии черта, и результат тут зависит чаще именно от дороговизны оборудования, а не от мастерства звукооператоров. Однако в этот раз, как вы помните, я веду сравнение с голливудскими блокбастерами, и вот по сравнению с ними тут есть что потянуть. Отдельно хотелось бы обратить внимание на некоторые режущие слух моменты, такие как явно приклеенный смех, выбивающийся из фона, и взрыв из публичной звуковой библиотеки. Я понимаю подобную слышат только такой сумасшедший, как я, однако ведь не задача видео-то снимая именно я, так что да, как по мне это косяк, хоть и маленький. Еще мне не всегда понятны некоторые режиссерские решения. Я в их мастерстве не разбираюсь, но почему-то мне кажется, что некоторые моменты смены кадров можно было бы сделать куда лучше. Они порой как будто слишком обрывисто склеены. Далее идут лоровые несостыковки, наушники посреди министерства магии, с каких пор техника работает там, где полно магических помех, ну и некоторые другие, без спойлеров. Хотя тут можно объяснить подобные нововведениями в историю мира, которые очень даже плавно и логично лягут в основную канву, не ломая ее целостность. Но проблема в том, что это имеет право делать лишь роулинг, и в виде ее последней работы можно на подобные даже не надеяться. Ну и, наверное, главный враг фильма, хотя это трудно назвать недостатком, это именно враг – хронометраж. 33 минуты – это несерьезно для столь глубокой идеи, заложенный в фильм. Идеи не новые, но в умеющемся антураже, все же выглядящей довольно свежей. Порой видно, как авторы пытались уместить в эти жалкие 33 минуты вагон моментов, что по каким-то еле заметным ощущениям, которые нашептываются задней мыслью, не идет на пользу ленте. Ну а теперь хочу отметить, что понравилось. Во-первых, сама идея. Как я только что сказал, она не нова. Мы нечто подобное видели в оригинале, мы наблюдаем это сейчас в фантастических тварях, однако прекрасно видно, что режиссеры старались обратить внимание на эту проблему с несколько иной стороны. И тут вступает в игру второй плюс – антураж. Россия без матрешек, водок и балалайк, без каких-либо непонятных колдовстворцев, кто так вообще говорит? Без магов, летающих на березах, вырванных с корнем. Господи, как же я соскучился по отсутствию клюквы. Это действительно похвально, хотя не представляю, как от российских авторов можно было бы ожидать иного. От наших волшебников прямо-таки веет эдакой КГБшностью. Правда, тут опять играет роль та идея, что вертится у них в головах. Но в целом видеть российских колдунов очень приятно. Сюжет. Он прост, местами даже слишком. Лично я видел нечто подобное, но об этом чуть позже. Однако он сумел приятно удивить меня, хотя не все моменты мной были восприняты ровно. Ну да, как и обычный сюжет, это самый спорный элемент. Гораздо менее спорный элемент это спецэффекты. Они смотрятся красиво и почти всегда уместно. Хотя в некоторый момент, увы, проседают. Однако, если кто-то не знает, качество спецэффектов зависит в меньшей степени от времени производства и в большей степени от бюджета. И далеко не всегда они оправдывают потраченные на них деньги. Здесь же все довольно скромно по меркам серьезного кино, однако все же красиво. Ну и момент, с которым спорить будут только совсем уж необъективные люди, это работа с антуражем. Я имею в виду костюмы, палочки, портреты, все на высоте. Вот уж где авторы развернулись на полную катушку не придраться, да и не хочется, откровенно говоря. Как говорится, 10 из 10, даже, наверное, 11. Ну и актерская игра. Она местами кажется немного неестественной, но мало где в целом, все молодцы. И прежде чем приступить ко второй части Морализонского балета, хочу все-таки подвести итог и открыть для вас тайну, почему же я так придираюсь к мелочам. Наверное, правильнее было бы сделать это в конце ролика, но все же, вдруг кто-то из вас захочет посмотреть магия превыше всего, и я думаю, этот момент важно знать. Видите ли, Патриана деградирует. По моему скромному мнению, конечно же, скромному мнению фаната, который перерыл весь лор этой вселенной и сейчас наблюдает за процессом злостного надругательства над ней. Сначала проклятое дитя с его тонны косяков и в вагонном и дятии. Ну и старушкой с тележкой, конечно же, куда уж без нее, богар-то мне в шкаф. Потом фантастические твари, которые местами косячили, но терпимые, были, в общем-то, приятным фильмом, который интересно пересмотреть даже сейчас. Ну а совсем недавно я вернулся с фантастических тварей 2. Тут многие спрашивают, будет ли обзор. Нет, не в ближайшие две трети года. Однако, если вы уж так хотите моего мнения, хорошо, я его выскажу. Вот прямо сейчас. Итак, название фильма «Фантастические твари» — это не про животных. Животных там полторы штуки на весь фильм, да и большая часть из них была показана просто, чтобы хоть как-то оправдать название. «Фантастические твари» — это про Роулинга и тех, кто эту хренату снял. Это они, фантастические твари. Твари, надругавшиеся над персонажами, превратив их в тех, кем они не являлись в первом фильме, либо же вклинив их просто потому, что надо было. Ньютс Командер там вообще как бы левый мужик, если что, как раз-таки вставленный по принципу оправдания названия. Но ладно бы только и это, они надругались еще и над целостностью мира. Ой, это не описать одним словом, да еще и без спойлеров уж извините. Это и новые заклинания, перечеркивающие всю суть расследования преступлений, и намеренное выставление жопных интриг двух мужиков на передний план, кто смотрел, те поймут о чем я. И изобретение новых роялей в кустах, благодаря которым оригинальный персонаж романов уже выглядит убого, а это я про Дамблдора. И нарушение хронологии, куда уж без нее, ну и здравого смысла в целом. Особенно финальный выход цыганочки, и это вообще ядреный атас. Все, на что там можно смотреть, это красивые боевые сцены. Да, все две, начальное и конечное. Короче, преступление Грин-де-Вальд это шлак за много миллионов долларов, красивые, без сомнения, обертки. Что, в общем-то, в 2018 году как бы и не достижение. И на фоне той красивой обертки ты уже мысленно возлагаешь серьезные надежды на магию превыше всего. И это комплимент для нее в моих глазах, ведь в схватке с таким тяжеловесом она эти надежды частично оправдывает. Да, она далеко не везде такая ровная, какой ей, на мой взгляд, стоило бы быть. Однако я поймал себе на мысль, что 30-минутная короткометражка, сделанная любителями за 3 копейки, и точную цифру, извините, не знаю, в некоторых моментах резво уделывает двухчасовой боевик про фантастических мразей, которые, учитывая ее эпические косяки, гораздо больше фанфик, чем магия превыше всего. Причем вы не поверите местами обгоняющий не менее прекрасный фанфик «Проклятое дитя». Вот так вот, ни больше и ни меньше. И подводя черту подсказанным, вопрос, стоит ли смотреть, это я про магию превыше всего, если кто-то вдруг потерял нить повествования, он даже не встает. 30 минут – это как один мой ролик какой-нибудь, только сделан он в сотню раз лучше. Посмотрите и составьте свое мнение, вполне возможно, что вам очень даже понравится. В конце концов, люди старались и старались на славу, подобное стоит ценить. Ну а теперь я хочу обозначить конкретные моменты, на которые я обратил внимание. Сейчас будут спойлеры, поэтому те, кто хотят лишь только ознакомиться с картиной, могут смело выключать ролик и идти смотреть, а потом уже по желанию вернуться сюда. Что же, начнем сначала. А вначале нас знакомят с завязкой центрального сюжета. Мол, нашли в маге какой-то камень, который лишает магической силы. Изучали его, изучали, но нихрена так и не поняли, как он работает. Ну и в итоге решили спрятать его, сбросив... колодец. Ладно, допустим, хотя почему бы его не отнести в аналог к отделу тайн? Неужели у нас нет отечественных ученых-волшебников, которые точно так же изучают всякую муру в своих казематах? Ну там, потусторонние матрешки и прочие. Извините, не сдержался. В общем, камень пропал, но мы-то понимаем, что такие вещи надолго не пропадают. Через 70 лет его, походу, нашли. Думаю, некоторые из вас уже успели воскликнуть. Мать моя, Мандрагора! Лишение магии, это же обезмаживание! Мордевольт и его обезмаживающие трубы? Да это же поригаторы каменных философов! Очень смешная пародийная книга, на которую я, кстати, уже сделал обзор. Гляньте, если хотите. Да, именно так. Не знаю, намеренно ли они взяли за основу обезмаживания, но есть что-то похожее. Однако центральная идея не в этом, слава богу. Камень лишь инструмент. Тут все вращается вокруг нашего ведомства магии. Ну так вот, в российском ведомстве магии нынче такое соотношение. Верховный чародей, как и фарш в свое время, думающий лишь о своем кресле. 1%. Нормальные люди, старающиеся не терять человеческое лицо. 1%. Мрази, желающие просто истреблять маглов, просто потому что они могут. 97%. Оставшийся процент на неожиданный поворот. То есть да, все вот настолько странно. Помните заседание в доме Малфоев в начале седьмой книги? Вот похожие атмосферы на заседаниях ведомства. А ведь это правительственная организация. То есть состояние российского волшебного сообщества не менее плачевное, чем состояние сообщества британского в 98 году, когда Волдеморт захватил контроль над министерством. Далее нам показывают Алексея Бахрушина, начальника стражи ведомства. И по ходу сюжета мы узнаем, что он лишился магической силы. Он старался скрывать этот факт, но уже через неделю коллеги подметили, что он даже пуговица застегивает без помощи магии. Вы представляете? Не иначе и в туалете без палочки подтирается. Уж простите за такую дурь, однако, тут очень точно переданы настроения шайки помешанных на свои магические особенности людей. Мол, вот мы можем чай помешивать, не прикасаясь к ложечке, а вы не, значит мы тут выше рас, а вы все на корм. Это, увы, не шутка, эти настроения были и у Шаки Гриндевальда, и у Пожирателей Смерти. В общем, не осотонявших, еще на почве своего превосходства, люди пытаются выгораживать обезмаженного начальника, но уже все понимают, что накрылось его волшебство медным тазом. Согласно былым исследованиям, вернуть при этом силу невозможно. Вот, кстати, именно в этой сцене я нашел монтаж несколько рваным. Далее нам показывают романтические сцены. Откровенно говоря, я не спец по ним, когда я вижу их в кино, я обрабатываю лишь одну мысль, под какой бы камень забиться. Но могу уверенно сказать, никакой наигранной слащавости, на самом деле все даже очень приятно и вполне естественно. И уж тем более никаких диалогов, как в Звездных Войнах Гриндело мне в аквариум. Далее, судя по всему, идет подготовка к какой-то операции. Ее разгар на волшебников нагрянули маглы с их мерзкими автоматами. И, казалось бы, пули не берут магов, все уже готовы трансгрессировать, как вдруг одного из них таки подстреливают. Сцена красивая, не спорю. Поставлено хорошо. Напрягают два момента. С чего бы вдруг мага пули не берут? Нет, возможно, они наложили на себя специальные щитовые чары против пуль. Я и сам всегда говорил любителям огнестрела, что едва ли нет такого заклинания. Но этот момент не обыгран, просто сказано, что маги от пуль не мрут и все. Тут можно было бы хоть мельком упомянуть заклинание, тогда вопроса бы не возникло. Момент второй. Портрет человека после смерти оригинала становится черно-белым и статичным. В лоре такого нет, однако это вполне можно объяснить особенностью быта российских магов. Сама по себе сцена, как я уже сказал, снята красиво, как и ход с портретом. Да, в последний момент некто активировал тот самый камень и обезмаженно подстрелили. Где-то между всем этим мы узнаем, что в министерстве служит минимум один магл, родственник одного из чиновников. Он работает уборщиком. И слушает плеер. Учитывая настроение большинства, его тут и так гнобят, что не идет на пользу их с братом отношениям. А уж после убийства мага, впервые за 10 лет, если я правильно понял, его и вовсе арестовывают. Верховный чародей на собрании, начав за здравие, мол, надо быть терпимыми к маглам, нужно расследование, кончил за упокой, видя задор толпы, который слышит то, что хочет слышать, что, мол, маглы это вообще не люди, давайте-ка их убьем. Да, прямо так. И тут сразу становится понятно, кто тут главный интриган. Это Чижевский, тайный советник верховного чародея. Это и есть тот самый оставшийся процент. Но об этом позже. Министр магии, извините, верховный чародей, заявляет, что, мол, мы выйдем на улицы и убьем каждого магла, что встанет на нашем пути. Верховный чародей, на секундочку. Он что, не понимает, что развязывает войну? Однако перед нами же стоит интриган, который на ходу пишет текст чародею, и тот его спокойно читает. Вначале, конечно, колеблется, но, видя радость толпы, им овладевает задор. Но он же не полный кретин, он должен понимать, что польется кровь, много крови. Этот момент легко можно было бы объяснить одним простым фактом – показать аккуратное наложение заклятия Империо на него тем самым интриганом. Это бы отбросило вопрос о том, на кой хер он толкает такие речи. И нет, оно не было наложено на него изначально, ведь иначе бы он с самого начала продвигал нужную мысль и не удивлялся бы резкой смене сути обращения. Вот маленькой же мелочи и хронометража секунды на две от силы, но увы. Возвращаясь к маглу Полотеру, тут тоже вопросы. Да, я понимаю, он введен для контраста, нужно показать отношения к маглам и осветить отношения между братьями, один из которых в силу обстоятельств не волшебник и даже не сквип. Увы, из-за короткого хронометража развитие их отношений показано красиво, но скомканно, хотя видно, что авторы старались. Однако, плеер? Хотя в одном из роликов про магию технологий в мире Патриана я высказал предположение, что однажды волшебники смогут преодолеть влияние магических помех на технику и она наконец заработает. Если все эти кинокамеры и микрофоны можно счесть за особо гибридные технологии, наподобие Фордика или Хогвартс Экспресса, то едва ли целое министерство трудилось над созданием MP3-плеера для одного человека-магла. Еще у меня был вопрос, зачем этот самый немаг подобное отношение к себе терпел все это время, но позже он отпал сам собой. Оказывается, все это он терпел потому, что был одним из заговорщиков. Более того, он как раз таки оказался волшебником, уж не знаю как и как он это скрывал, но подобный ход не кажется мне таким уж странным. Мякотка не в этом. Оказывается, убийство мага было специально спровоцировано тем самым советником, который лишил убитого магии в последний момент. Сделано это было для того, чтобы как раз привести в ярость ненавистников маглов и собрать их всех в одном месте. И вот стоит толпа готовых кинуться в портал волшебников, жаждущих крови маглов, но обезмаженный начальник стражи как раз в тот момент понимает, что это ловушка. Вместо портала стоит отнимающий магию камень. То есть смотрите, по сути план таков, взять одного ненавистника маглов, принести его в жертву, что конечно же не очень-то и хорошо, но все же. Тем самым согнать толпу фанатиков, готовых на убийство и одним махом ее обезмажить. Сигнал отмены могут дать лишь три человека. Это сам советник Чижевский, обезмаженный начальник стражи Алексей и Михаил, застрявший в тюремной камере с братом. Все очень просто. И вот этим мне фильм понравился, он сумел меня удивить. Нашелся злодей, который не собирается захватывать мир или властвовать над маглами. Нет, он просто устал от этих фанатичных полудурков, сеющих ненависть. Поэтому одним махом он превращает их в маглов, что, кстати, очень даже гуманно мог бы просто взять и убить. Все. Массовое убийство, обязательно последующая за этим война, предотвращена в зародыше. Российское министерство магии вновь спокойно, только сотрудников новых нужно найти, разве что. Но не тут-то было. Сначала начальник стражи пытается их остановить, но тем уже на все плевать, они жаждут крови, что твои пожиратели смерти. Потом он махает на все рукой, но тут же появляется его на любовь и таки принуждает остановить это безумие. В фильме уже была сцена, когда палочки влюбленных будто бы заряжаются друг от друга. Она была специально введена для того, чтобы финальная сцена не казалась такой уж сумбурной, и это похвально. От такого заряда начальник выстреливает залп в небо и толпа трансгрессирует по домам. А у меня не мой вопрос. Зачем? Зачем было это останавливать? Я напомню, эти люди шли не на парад, не на экскурсию, они шли убивать маглов и громить их дома просто потому, что хотят это делать. Они шли убивать тех, кто заведомо не может им оказать сопротивление, то есть беззащитных на этой стадии схватки людей. Не было ни расследования убийства мага, ни оглашения результатов, ничего. Просто собралась толпа таких вот берсерков и шлепков, готовых на все, и плевать они хотели на то, какие у чего там результаты, им подавай крови и развлечений. Зачем их останавливать? Их же не убивать решили, а просто обезмажить. А что в итоге? Они все вернутся по домам и очаг продолжит тлеть, чтобы в один момент снова вспыхнуть как следует. Только в тот момент уже не найдется доброго дяденьки зеленым камушком. Польются кровавые реки и всю страну захлестнет война магов против маглов. И едва ли кто-то поверит, что маги только в России. Начнется натуральная охота на ведьм, и невиновных пойдет не меньше, чем виновных, как минимум. Итогом всего будет настоящая ядерная война, в которой, если кто и выживет, то жить в таком мире уже вряд ли захочет. Вот. Вот главный косяк фильма. По сравнению с этим, все остальные мелочи и вообще внимания недостойны. Здесь один лишь злодей проявляет разумность и тактическое мышление. Да и какой из него злодей? Злодей тот, кто нарушил этот план. А точнее, недальновидный дурак. В принципе, я сейчас пересказал вам весь фильм. Хочу сказать, кстати, что я действительно мог упустить некоторые моменты, которые объяснили бы то, на что я тут ругаюсь. Если так, то я буду только рад, потому что я действительно желаю авторам успеха. Боюсь, они одни из немногих, на кого может положиться вселенная Гарри Поттера, на кого она может надеяться, на кого мы можем надеяться. Ну и в целом, как я уже сказал, эта лента достойна просмотра. У нее свои недостатки, но для любительского кино почти все сделано на высоте. Буду надеяться, что авторы не остановятся на достигнутом и, учтя прежние ошибки, наконец делают полноценный фильм про российских магов. А мы подождем. И я думаю, вы со мной согласитесь, что увидеть новую картину от создателей магии превыше всего будет куда приятнее, чем готовящийся к пересъемке роман с Черной Гермионой и Геем Дамблдором. Но давайте не будем заканчивать ролик на такой грустной ноте. Проба пера удалась, в конце концов. Посмотрим, что будет дальше. Субтитры создавал DimaTorzok